Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. И снова сентябрь. Кого выбираем в Алтайском крае и Республике Алтай? Смастерить табуретку и скалку в школы региона возвращаются практические уроки труда. Детенок мой в драматическом театре имени Василия Шукшина поставили спектакль о его матери. В Бийске школьник ударил одноклассника ножом в шею и спрыгнул с шестого этажа. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства этой истории, которая едва не стала смертельной для обоих парней. По данным следствия, накануне между двумя 17-летними подростками произошел конфликт, в ходе которого один из юношей причинил ножевое ранение другому и спрыгнул с многоквартирного дома. На данный момент юноши находятся в больнице. Известно, что парни учатся в 11-м классе одной из школ Бийска. Ранее на учете в органах внутренних дел они не состояли. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом З, части 2, ст. 111 ГК РФ. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия. Продолжим. Уже в это воскресенье, 8 сентября, пройдет единый день голосования. В республике Алтай выборы уже стартовали. Там борьба идет за пост главы региона и места в госсобрании. В Алтайском же крае предстоящие выборы не столь масштабные. Выбирать будут нескольких глав муниципальных образований, а также нового депутата КЗС. Подробности у Данил Кузнецова. 8 сентября по всей России пройдет единый день голосования. В Алтайском крае это не самое масштабное событие. В нем примут участие лишь 10% электората региона. Разыгрывается более 100 мандатов. 60 избирательных компаний по выборам глав сельских поселений тоже должны завершиться избранием того или иного будущего должностного лица. И все оставшиеся избирательные компании – это в основном компании по выборам депутатов, представительных органов муниципальных образований, которые проходят либо на уровне районного, городского формата. 13 мандатов районного или городского значения разыгрываются в связи с дополнительными выборами. Например, в Бийске. Ну а в Барнауле свыше 50 тысяч жителей железнодорожного района будут голосовать за нового кандидата в КЗС от 21 округа. Он займет место Ивана Нифонтова, который сейчас является министром спорта края. Поставить галочку за вашего избранника можно и с помощью электронного голосования. Однако оно доступно не всем. Для выборов такого уровня и депутатов, представительных органов любого муниципального образования, и глав сельских поселений предусмотрено так называемое досрочное голосование, которое длится в течение нескольких дней. Оно начинается за 10 дней до дня голосования в участковых избирательных комиссиях. А вот в Республике Алтай из-за масштабности голосование продлится 3 дня. Все-таки выбирают главу региона и членов госсобрания Эл-Курултай. На пост губернатора есть три претендента. Депутатские мандаты должны получить еще 41 человек. Ожидается явка в районе 50%. И это достаточно неплохо. При этом Республика Алтай впервые голосует дискуссионным электронным голосованием. И на момент окончания подачи заявлений больше 23 тысяч жителей Республики предпочли такой способ. По словам эксперта, предвыборная кампания проходила гладко, без скандалов. А сюрпризы можно ждать только от избирательного процесса в госсобрании. Напряженная борьба идет между теми депутатами, кто претендует на место в парламенте от округа. Данил Кузнецов. День с толком. В Алтайском крае растет число заболевших ОРВИ. За прошлую неделю в больницы обратились почти 11 тысяч человек с простудой. Также за прошлую неделю было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом среди жителей региона. А вот грипп только на подходе. Его ожидают в ноябре. Пока же у жителей края есть возможность вакцинироваться от гриппа. Накануне в регион поступила вторая партия вакцины. С начала прививочной кампании против гриппа больницы края получили 658 тысяч доз. Всего планируется привить около 60% населения. Пока привито 8%. Это 160 тысяч человек. В Роспотребнадзоре советуют успеть вакцинироваться к ноябрю. И просят работодателей не оставаться в стороне. У нас также есть цифры по прививкам от, скажем так, компаний, которые не за счет федерального бюджета прививаются. К сожалению, это достаточно низкая цифра. У нас привито всего 238 человек за счет работодателей. Хочется им напомнить, чтобы они также позаботились о своих сотрудниках, потому что затрата на прививки гораздо ниже, чем потом в больничной листу. Смастерить табуретку, скалку или сшить халат школьников снова будут учить работать руками. Несколько лет в школьных программах был только урок технологии, который позволял изучать исключительно теорию. С нового учебного года во все школы края вернулись практические уроки труда. Подробнее в сюжете. Видишь, ямку у тебя получился. Что это значит? Потому что либо сильно... Да, либо сильно надавил, либо у тебя рука дергалась. Так в школу 126 с 1 сентября вернулись уроки труда. И не только в 126-ю. Во всех школах края возобновили обучение практическим трудовым навыкам. Несколько лет назад труды заменили уроком технология. В его рамках изучали только теорию. Мне очень нравится. И мне вот именно нравится сама работа, сама вот эта практика. Кирилл, как думаешь, тебе в жизни вот эти вот занятия пригодятся? Да, пригодятся. Я считаю, что это очень интересно, потому что это дает возможность научиться делать что-то своими руками и дает жизненный опыт. Сейчас программа считана больше на индивидуализацию ребенка. То есть сейчас есть выбор профессии. Мы взяли программу с робототехникой, потому что наша школа позволяет. Кроме обязательных модулей, каждая школа дополнительно может выбрать изучение определенной программы. Например, в сельской местности можно заняться животноводством. Кстати, по желанию девочки могут работать за станком, а мальчишки заняться готовкой или шитьем. Услышала, что соприкасается? И начинаешь. Источник финансирования – это краевые федеральные бюджеты. У нас есть такая статья расходов, учебные расходы. На них мы приобрели станки традиционного формата, свирильные, токарные, швейные машинки и так далее. А вот то оборудование, которое вы видели современные, 3D-принтеры, лазерные резки и прочие вещи, это мы приобрели в рамках национального проекта. За возврат трудового воспитания активно радовали депутаты Краевого Заксобрания. Председатель АКЗС Александр Романенко неоднократно выступал с продвижением инициативы на федеральном уровне. Это сложно, потому что мы за эти годы и потеряли и материальную базу, школу, и, что греха таить, потеряли и кадровые. Надо же сегодня иметь кадры, чтобы трудовое воспитание в самых разных аспектах производить. Но я думаю, что мы это все пройдем и все это будет. По словам спикера парламента, 85% школ края уже должным образом оснащены для проведения таких уроков. Снабдить необходимым оборудованием остальные 15% планируют к 2025 году. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. В Госдуме призвали работодателей отслеживать и повышать рождаемость сотрудников. Депутат Татьяна Буцкая, которая недавно предлагала сделать жизнь одиноких россиян финансово невыгодной, на этот раз считает так. Тот, кто может рожать, должен рожать. Поэтому организации должны предоставлять им выплаты за рождение детей и другие меры поддержки. Что об этой инициативе, думают барнаульцы, выясняла наша съемочная группа. Я думаю, что это не нужно. Каждый человек сам решит, рожать ему или нет, за сколько. Поэтому работодателям, мне кажется, это не интересует и не должно интересовать. Я считаю, что нужен, но, наверное, не в таком ключе, чтобы прям контролировать это все. Я считаю, просто нужно придумать какие-то лояльные добавки, надбавки за то, что дети появляются в семьях. Но я думаю, не должен. Я сама была работодателем продолжительное время. Я думаю, это их личное дело. Контролировать на уровне государства рождаемость, не знаю. Это дело такое, шаткая валкая. Но если работодатель будет помогать молодым семьям, если какая-то финансовая будет поддержка, то я только за. Насколько вообще выгодно работодателям, чтобы их сотрудники рожали? Работодателям, чтобы сотрудники рожали. Знаете, с одной стороны это хорошо, а с другой стороны это выплата бюджетных денег, допустим, я в бюджете проработала всю жизнь, тоже как-то бы не очень хорошо. Все, что касается именно государственной службы, то здесь, я думаю, сотрудник и главный специалист не думают, что будет заинтересован именно в, ну как сказать, чтобы, допустим, сотрудник уходил в декретный отпуск. Потому что работать, в принципе, на сегодняшний день некому. Очередной бред. В Нагорном парке Барнаула установят макет города. Новая достопримечательность уже совсем скоро появится на центральной аллее перед смотровой площадкой. Это стало возможно благодаря проекту «Туристский код». Как будет выглядеть малая архитектурная форма и когда ждать ее появления? Подробности у моей коллеги Марии Костылевой. Посмотреть, каким был Барнаул в 19 веке, да запросто. Уже совсем скоро в Нагорном парке появится его мини-версия. К созданию архитектурной формы подошли со всей серьезностью. Главное – максимально точно отобразить облик города в те годы. Это как раз такой период, когда еще развивался сереброплавильный завод на территории города. Как раз тот объект, благодаря которому наш город и появился. И мы большое внимание уделили всему ансамблю сереброплавильного завода, Демидовской площади. Мы хотим, чтобы и жители, и гости Барнаула знакомились именно с этим периодом. Бронзовое объемное панно расположат на мраморном постаменте. 3D-модель макета уже готова. Это улица Петропавловская, как она раньше называлась, сейчас улица Ползунова. И вот здесь архитектурный ансамбль Демидовской площади находится. То есть училище, горный госпиталь, богодельня, храм Дмитрия Ростовского. Много церквей у нас было. Совсем скоро к работам приступят. Остается внести некоторые доработки и согласовать объект. Чтобы макет был достоверным, конечно, взаимодействуем с историками, с нашими городскими, у которых накоплен огромный опыт, огромные знания в этом ключе. Взаимодействуем с научными сотрудниками музеев. И по крупицам, можно сказать, собираем информацию, потому что информации на тот период времени ее как раз немного. Кстати, на макете принципиально расположили именно центральную часть краевой столицы. Именно ту, от которой и пошла точка развития города. За основу взяли карту Барнаула 1861 года и архивные фотоматериалы. Размер маленького Барнаула составит 2,5 на 1,5 метра. Уже к концу этого года барнаульцы смогут увидеть новенькую достопримечательность. Правда, для этого придется преодолеть 260 ступенек вверх. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком. Кстати, в рамках финансирования проекта «Туристский код» – это больше 40 миллионов рублей. Планируется также обновить туристическую навигацию Барнаула и поставить беседку в Центральном парке города. Спектакль о матери Василия Шукшина поставили в Краевом театре драмы. Сегодня и завтра премьерные показы. А уже 18 сентября этой работой откроют второй шукшинский театральный фестиваль «Здравствуйте, люди». На открытом показе спектакля побывали наши корреспонденты. Это Василий Шукшин – великий алтайский писатель и режиссер, который показал всей России сибирских людей. Это он такой для нас. Мать же просто называла его «Детенок мой». Такое имя и носит новый спектакль по пьесе минского драматурга Дмитрия Богославского. Она посвящена маме Василия Макаровича Марии Куксиной-Шукшиной. Сам Васенька, согласно пьесе, появляется лишь дважды – в начале и конце. Остальное время уделяется его матери, которая осталась вдовой с двумя детьми. Идея спектакля – показать, как Мария прошла через репрессии, войну и голод ради того, чтобы Василий Шукшин стал тем, кем его запомнили миллионы. Очень много времени и сил потратили на то, чтобы быть похожими на людей, которые ходят с нами или ходили с нами по одной земле, чтобы не возникало иллюзии, что это артист, что он что-то хочет сказать зрителю. Мы ходили, делали наблюдения просто с артистами вместе репетиции, брали, ходили, разговаривали с людьми, набирались каких-то языковых особенностей. Осуществить постановку Краевой театр драмы решил после лаборатории Шукшин «Миф и реальность». Несколько драматургов ездили в сростки, фиксировали детали, создавали сюжеты и после представляли пьесы. В общей сложности их было пять. Однако спектакль решили сделать пока что лишь по одной. Для этого задействовали 20 артистов – художника по свету Александра Рязанцева и сценографа Фимистокла Атмадзаса. И если со стандартными печками и лавочками все согласились, то с другим декором были проблемы. В этом сезоне спектакль стал первой новинкой Краевого театра драмы. 18 сентября работа откроет фестиваль «Здравствуйте, люди». И если зрителям понравится постановка, то с большой вероятностью в будущем сделают и остальные спектакли по пьесам, написанным в рамках лаборатории «Шукшин. Миф и реальность». Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные новости, звоните на телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». Мира и добра всем. До встречи. Продолжение следует.